Уважаемые коллеги, добрый день. В своем выступлении я расскажу про состояние рынка и производства сельхозтехники в России. Как мы видим на этом слайде, по итогам 2022 года мы можем говорить о том, что российское сельхозмашиностроение в целом адаптировалось к изменившимся внешним условиям. Выросло производство сельскохозяйственной техники российской, выросла доля отечественной техники на внутреннем рынке. В 2022 году она составила 61%. Выросла численность сотрудников, которые работают на предприятиях-производителях, сумма уплаченных налогов, а также среднемесячная заработная плата. По итогам 2022 года из макропоказателей у нас в минусе только экспорт. Ну и опять же на фоне высокой базы 2021 года. Отрасль адаптировалась и продолжает развиваться. Если говорить о ситуации по отдельным сегментам, в 2022 году мы видим, что ситуация разнонаправленная. В отдельных сегментах, таких как, например, тракторы, косилки, производство сохранилось примерно на уровне 2021 года. По зерноуборочным комбайнам мы видим достаточно сильное проседание, минус 32% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. По отдельным видам машин, такие как плуги, машины для внесения удобрений, опрыскиватели, жадки, мы видим рост. То есть ситуация в разных сегментах разная. Разные сегменты, скажем так, адаптируются к изменившейся ситуации с разной скоростью. При этом все масштабные инвестиционные проекты, которые в настоящее время реализуются в отрасли, по итогам 2022 года все проекты продолжают реализовываться. В частности, из крупного можно отметить, что Ростельмаш ведет строительство тракторного завода, также создает производство коробок переменной передач и создает завод по производству прицепной навесной техники в Таганроге. Петербургский тракторный завод реализует масштабный проект по созданию производства мостов в городе Санкт-Петербург. Компания «Лилиани» продолжает реализацию инвестпроекта по строительству завода по производству бункеров-перегрузчиков в Липецкой области. Компания «Промзачпэзапчасть» в Белгородской области строит новый цех, в том числе для выпуска новых видов почвообрабатывающих и пассивных машин. Все инвестпроекты реализуются. Следует отметить, что российская сельхозтехника становится более умной, в нее въядряются современные электронные системы и системы телеметрии. Это положительно сказывается на экономике предприятий, сельхозпроизводителей и возможности снижения себестоимости. Теперь хотелось бы остановиться на проблемных вопросах. Один из проблемных вопросов отрасли – это развитие производства комплектующих к телескордественной технике. Российским производителям комплектующих к технике приходится конкурировать с зарубежными производителями. И практика показывает, что стоимость иностранных комплектующих ниже, чем российских. Вот мы здесь приводим пример коробки переменных передач Акуба Гир и стоимость ее производства за рубежом и в России. И получается, что производить в России стоит в два раза дороже, чем за рубежом. Что, соответственно, негативным образом сказывается на конкурентоспособности российских комплектующих. Причинами такой ситуации являются, прежде всего, общеэкономические условия. Что это льготные кредиты, налоги, более низкие за рубежом, более низкая и стабильная стоимость сырья, материалов и энергоресурсов. В связи с этим мы просим государства поддержать производство российских комплектующих, предоставляя субсидии в виде грантов. При наличии, если такая поддержка будет осуществляться, то стоимость производства комплектующих, российского производства, будет как-то приближаться к зарубежным аналогам. И можно будет говорить о какой-то конкурентоспособности. Ну и тут еще важно отметить, что необходим, конечно же, эффект масштаба. Потому что комплектующие производят массово, большими сериями. И только в этом случае, опять же, цена может быть снижена до конкурентоспособного уровня. Что касается спроса на сельскохозяйственную технику, фундаментального фактора, нужно отметить, что на рынке зерна сейчас достаточно низкие цены. То есть, начиная со второго полугодия, как мы видим на графике, который представлен на слайде, цены на пшеницу третьего и четвертого класса существенно снизились. Ну, можно сказать, наверное, упали. И, как мы видим, текущие цены существенно ниже уровня 2021-2022 года. И это уже негативным образом сказывается на спросе на технику. Соответственно, сохранение ситуации с ценами именно на таком уровне, сохранение цен на таком уровне, соответственно, приведет к сокращению приобретения техники. И, соответственно, сейчас сельскохозяйственные производители в большей степени уже ориентируются на покупку запчастей для поддержания того парка, который есть. Соответственно, в перспективе это, можно сказать, негативно на состояние парка техники у Агравиев. При этом, несмотря на имеющиеся проблемы, у российского сельского хозяйства есть огромный потенциал, в том числе по увеличению производства зерна до 300 миллионов тонн. Возможно, сейчас, в текущих условиях, когда такие низкие цены, кажется, о чем говорить? Если их 154 миллиона тонн, это рекордный урожай, которым не совсем понятно, что делать. Но при этом, конечно, увеличение производства сельхозпродукции должно коррелироваться с развитием инфраструктуры зернового рынка. Здесь мы говорим и про хранение, и про перевозки, и про экспорт. Но, тем не менее, такие перспективы развития производства есть, и также есть перспективы увеличения экспорта. Так, один Китай ежегодно экспортирует продовольствие на сумму более 200 миллиардов долларов США. Соответственно, для успешного развития отечественного агропромышленного комплекса необходимо обеспечить предоставление льготных кредитов. Это мы говорим и про сельхозпроизводителей, и про производителей сельхозмашин. Второй важный момент – не вводить ограничения на экспорт сельхозпродукции, как мы сейчас знаем, действует экспортная пошлина, и в том числе, по мнению отраслевых союзов, производительные зерна, она негативным образом сказывается на ценах на зерно. Также важно увеличить и развитие отрасли страхования. Четвертое, то, что здесь отмечено на слайде, наверное, его можно было бы ставить на первое место. Это мы предлагаем, чтобы был введен механизм гарантирования минимальных цен на сельхозпродукцию. Этот инструмент действует в ряде зарубежных стран, в частности в США, и позволяет оптимальным образом поддерживать доходность сельхозпроизводителей, в том числе в те периоды, когда цены на сельхозпродукцию падают. Также важно поддержать малый мущество и население в рамках адресной продовольственной помощи. Что касается развития непосредственного отечественного сельхозмашиностроения. Прежде всего, мы просим государства увеличить финансирование программы 1432 до 15 миллиардов рублей ежегодно. Здесь немножко поясню. В 2023 году финансирование программы 1432 составляет только 2 миллиарда рублей. Это в 4 раза меньше, чем в прошлом году, и в 5 раз меньше, чем в позапрошлом году. Это означает, что только небольшой объем техники будет реализован со скидкой 10-15%. К этой скидке уже привыкли сельхозпроизводители, она оказывает существенное положительное влияние на рынок. В связи с этим мы просим увеличить объем финансирования программы до минимально необходимого уровня. Следующее направление – это развитие производства комплектующих, которое, с учетом текущей ситуации, является ключевым. Здесь мы просим предусмотреть предоставление грантов производителям комплектующих в размере не менее 10 миллиардов рублей ежегодно в ближайшие 5 лет. То есть отрасль производства комплектующих должна, скажем так, подняться, поднять голову и, соответственно, начать обеспечивать комплектующими российских производителей. И, соответственно, те льготы, которые были введены государством в прошлом году, в этом году для IT-отрасли по налогам, по взносам, по страховым, их также необходимо распространить на производители комплектующих. И, соответственно, последнее, что хотел бы отметить, это то, что необходимо приобретать с помощью государственного бюджета различных инструментов. Они есть и в регионах, есть льготный лизинг, льготное кредитование, только отечественную технику, которая соответствует требованиям постановления 719. Потому что, к сожалению, сейчас до сих пор за счет государственного бюджета приобретается техника, аналоги, которые производятся в России в достаточном количестве, и также техника, в том числе, из недружеских стран. Спасибо большое, у меня все. Антон Евгеньевич, спасибо большое. У нас, конечно, есть вопросы, мы можем только с нами или нашим спикерам хотим задать. Спасибо большое. Тогда я спрошу. Антон Евгеньевич, скажите, пожалуйста, как правительство объяснило соглашение финансирования на программу 1432? Ну, насколько мы понимаем, что ситуация в первой половине 2022 года была в сельхозмашиностроении в целом достаточно позитивной. То есть были достигнуты высокие темпы производства и, может быть, некоторые проблемы были неявны. Также, соответственно, падение спроса и снижение цен на зерно, можно сказать, что начинает сильно сказываться на спросе, на технику. Ну, наверное, только сейчас, потому что в целом в 2022 году спрос был на машины в целом на приемлемом уровне. Но это, опять же, пока была благоприятная ситуация с ценами на зерно. И, соответственно, вот так как бюджет начинает планироваться уже во втором полугодии, возможно, потому что вот те сложности, которые мы сейчас видим, и те проблемы со спросом, которые поступают от различных производителей к нам, то есть как бы были, ну, скажем, может быть, на тот момент неочевидны. Вот. Ну, в связи с тем, что ситуация сейчас вот такая, то, ну, мы, соответственно, будем активно выступать за то, чтобы все-таки программу дофинансировали. Ну, по поводу шансов трудно судить, но пока что подвижек в этом вопросе мы не видим, а пока что таких подвижек нет. Вы говорили о том, что спрос на технику упал, и основной убор сделали на падение ценных зерна. Скажите, пожалуйста, а как повлияло на спрос на отечественную сельхозтехнику то, что доллар стоил очень бюджет в прошлом году, и предполагается, что зарубежная техника стала немного дешевле для наших сельхозпроизводителей? Вы рассматривали это? Ну, если брать 22-й год и именно сельхозмашиностроение, то можно сказать, что с импортом ситуация была различная. По некоторым видам техники импорт снизился, и в целом, так как снизился импорт и спрос был хороший, то то, что вы говорите, укрепление рубля, оно, может быть, повлияло на конкурентоспособность российской продукции только лишь некоторых, может быть, отдельных сегментов. То есть глобально, наверное, мы не можем сказать, что в связи с тем, что рубль укрепился и российская техника потеряла конкурентоспособность. Нет, такого мы сказать не можем. В отдельных сегментах были сложности, но в общем и целом, наверное, как бы этот фактор нельзя назвать как ключевой. Какой вопрос. Значит, в прошлом году, после того, когда нам перестало поступать импортная техника в Российской имперации, в этот же момент многие производители повысили цены на продукты, в том числе и растили машину. Ну, просто там на 60, на 70%. И при этом вообще никто даже слова про это не говорил. То есть никто не говорил с пол. А цены подняли в одноразии, все причем. Ну, смотрите, про то, что цена на технику выросла, но она выросла, опять же, в рамках индексов цен и дефляторов, которые в целом в среднем по экономике. То есть о росте техники, о росте цен в два раза мы говорить не можем. То есть мы можем говорить про рост цен на 20-30%, но при том, что очень сильно выросла себестоимость. То есть производители отреагировали на рост себестоимости, на рост цен на металл. И, соответственно, цены выросли, можно сказать, что в определенной степени пропорционально. При этом цены выросли на технику уже, наверное, в начале второго квартала 22-го года. При этом, несмотря на рост цен, то есть покупательская активность не замедлялась. Технику покупали практически весь 22-й год по тем новым ценам, которые есть. И, соответственно, также влияние на рост цен, наверное, оказало то, что программа 14-32, соответственно, была в 22-м году, во-первых, может быть, финансирована не в полном объеме. И, соответственно, в 2023-м году цены без скидки по программе 14-32, вот, например, самоходная техника, соответственно, по программе 14-32 сейчас не продается со скидкой. И, соответственно, это автоматически означает, что к цене прибавляется 10-15%. То есть тут получается два эффекта. Первый эффект – это рост себестоимости производства машин в связи с ростом цен, в том числе и на импортные, и на российские комплектующие, увеличение стоимости доставки комплектующих из рубежа в два раза, рост стоимости на российский металл и с одной стороны, и с другой стороны. Соответственно, вот сейчас нет программы 14-32 на самоходные машины, и, соответственно, цены пропорционально как минимум увеличиваются на 10-15%. Что касается 2023 года, насколько мы видим, насколько мы общаемся с производителями, в 2023 году дальнейшего повышения цен не происходит. То есть цены сохраняются в целом на уровне 2022 года, а некоторые производители даже немного снижают цены, откатываясь к уровню начала 2022 года. То есть дальнейшего роста цен нет. А две основные причины – это рост себестоимости и отсутствие скидки. Антон Евгеньевич, вот здорово просело производство комбайнов. Почему, на ваш взгляд? Это связано с низкой платежеспособностью аграрии и низкими ценами на зерно? Или задержки с выпуском комбайнов из-за отсутствия комплектующих и прочее? Я хочу к этому добавить. Вот вчера мы здесь встречались по Яровым, обсуждали ситуацию и называли цены, расценки по уборке урожая, ускорки по уборке. То есть речь больше идет о крупных холдингах, которые нанимают фирмы для уборки урожая. И там цена уже за уборку одного гектара поднялась до показателей от 6 до 10 тысяч рублей уборка одного гектара. То есть это значительный рост по сравнению даже с прошлым годом. Вот что по этому поводу, можно сказать, проседание производства комбайнов? Ну, первое, в 2022 году, с учетом того, что первые полгода цены были достаточно комфортные для сельхозпроизводителей, спрос, ну и можно сказать, может быть, даже еще в третьем квартале спрос был нормальный. То есть мы не можем сказать, что спрос сильно проседал. Что касается комбайнов, вот из всего перечня сельхозтехники, которую я показывал на втором слайде, то есть комбайны как наиболее сложные по количеству компонентов сельхозмашины, соответственно, проблемы и ограничения с поставками комплектующих сказались на комбайнах в большей степени, чем на других сегментах. Поэтому мы скорее говорим о том, что определенные сложности с поставками комплектующих, которые в целом к концу года уже были решены, то есть привели к тому, что производство именно по зерноуборочным комбайнам в 2022 году снизилось. Касательно 2023 года мы ожидаем существенного увеличения производства относительно базы 2022 года. То есть те проблемы с адаптацией к изменившим условиям, переход на собственные комплектующие, иные российские комплектующие взамен импортных из недружеских стран. То есть этот процесс в целом, можно сказать, что успешно завершается, и поэтому производство комбайнов и реализация мы ожидаем, что будет увеличено в 2023 году. Нет вопросов у присутствующих больше. Есть еще? Ну, компайн, понятно, это сложная машина, а культиваторы почему просили? Минус 15% больше. Ну, пресс-подборщики тоже есть значительное падение, но культиваторы интересуют. Была ли бы такая простая машина? Ну, честно сказать, конкретно именно по культиваторам я заструдняюсь точно сказать, но тут важно отметить, что 2021 год у нас был во многом рекордный. По многим видам техники, там, те же вот там и тракторы, и зерноуборочные комбайны, мы говорим именно про технику российского производства, соответствующую постановлению 719. То есть в 2021 году были достигнуты рекордные показатели по многим видам техники. Поэтому, скажем так, вот определенное снижение, ну, возможно, оно было в рамках, может быть, колебаний спроса, и не в связи с тем, что какие-то есть именно проблемы с производством культиваторов. То есть тут скорее определенные, ну, как бы некоторые колебания спроса. Потому что, ну, как бы по другим техникам, по другим видам техники, по смежным, там, если брать вот те же плуги, мы видим продолжение роста. То есть тут не проблема с производством и не проблема со спросом, тут какие-то колебания именно, может быть, связаны с особенностями тех технологических процессов, то есть у предприятий, у предприятий-потребителей. Вот. Понятно. Антон Евгеньевич, спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok